Меня зовут Маша Санжиева, я кандидат химических наук. Дмитрий Зуев, я кандидат физико-математических наук. Зовут меня Лея Дерей. Сергей Макаров, я доктор физико-математических наук. И работаю научным сотрудником в лаборатории гибридной нанофотоники и опыта электроники. Старший научный сотрудник физико-технического факультета университета ИТМО. Студент-магистр второго года обучения на программе нанофотоники и метаматериалы. Заведующий лабораторией гибридной нанофотоники и опыта электроники. Моя мама хочет всего самого хорошего для меня. Я полюбил физику всей душой, но ключевую роль в этом сыграла моя мама. Хочу, чтобы ты поступил, я буду так рад, если ты поступишь в магистратуру, будешь дальше учиться. И она всегда говорила, нет, вот вы что не говорите, вот Маше нужно дать возможность выучиться, да, и как бы такую дорогу в жизнь проложить. Ну, наверное, физикой я понял, что я хочу заниматься, когда мне было, наверное, когда я был в шестом классе. В общем, все свое драгоценное свободное время я тратил на то, что откровенно бездельничал и иногда занимался шахматами. Ну, физика, математика, ну, в общем, это было так, некое хобби такое. Думал, что я стану крутым рокером, блин, камон, какая магистратура, зачем мне вообще сдалась эта тупая физика, я же музыкант. Ну вот, физика. Моя мама учитель, она занималась младшими классами, поэтому иногда она применяла свои приемчики на мне, хотя я уже давно вырос. Когда я учился в музыкалке, я очень сильно не хотел играть на фортепиано, и я прям помню, как я плакал, я бросал ноты, я грохал крышкой фортепиано. Но мама мне говорила, ну, хорошо, раз ты хочешь бросить, давай бросим, но годик-то все равно нужно доучиться до конца, закончить дело, а то, как же так. Я говорил, ну, ладно, хорошо, до конца года я отучусь, а потом все, бросаю. Значит, конец года, экзамены в конце года я сдаю на отлично, естественно, весь такой довольный, и мама такая, ну что, раз ты хорошо закончили год, может, еще один? Так прошло 7 лет основного обучения и плюс еще один дополнительный год. У меня была новая школа, и мне прям было очень тяжело там как-то адаптироваться, и плюс этот переходный период. Я просто начала просто не то что пропускать школу, я перестала туда ходить. Благодарен своей маме в детстве, особенно за то, что она меня отучила болеть. Пытался это дело смаковать, растягивать и наслаждаться этим процессом. Но в какой-то момент, видимо, это мама как-то поняла, вот, и когда я с утра как-то начинала вот это вот делать, ну, мам, кажется, что-то у меня вот начинается. А я говорю, ты что, больной? И как бы я говорила, мам, нужно перевести меня в другую школу, все, не могу здесь учиться. Вот, и, ну, она всегда как-то вот, несмотря на то, что она как-то, ну, пыталась-то меня поддержать, понять все это дело, она как-то просто говорила, Маша, ну, смотри, если бы, если бы я тебя слушала, мы бы, наверное, прошли через все школы города. Когда я был маленький, совсем, меня брали с собой в школу, и я сидел с другими классами на уроке. Однажды приходила проверка, меня спрятали под стол, и я начал оттуда кукарик. Мама у меня спрашивает, мама спрашивает, конечно, я интересно, чем я занимаюсь. На самом деле, родителям понравилось, вот, и маме, в частности, видео, когда вот в Сириусе, в Сочи мы снимали вот эти ролики. Было довольно полезно, мне кажется, для всех. Видно, что я не занимаюсь какой-то фигней. И, в принципе, когда там пару раз выходили какие-то анонсы, что там вот, у нас изготавливаются солнечные батареи, тонкопленочные, гибкие, она всегда говорит, Маша, ну как, в Санкт-Петербурге же все, ну, Симон, Маша, ну зачем ты это делаешь? Когда у меня получаются красивые картинки, я скидываю картинку маме и говорю, смотри, мама, это же акустический BAC. А, она такая, угу, но когда приедешь, расскажешь мне серьезно. Я занимаюсь тем, что мне действительно нравится, как бы порой тяжело это не было. Я надеюсь, что то, что мы делаем, то, что я делаю, в чем участвую, в какой-то момент изменит этот мир к лучшему. Я бы не достиг того, чего я достиг к своим годам, если бы ты не вкладывал в меня столько сил, то тебе просто низкий-низкий поклон до самого пола. Это она фоново постоянно, что Маков дает, по-моему, до сих пор. Я не помню, когда он меня последний раз хвалил. Это, прежде всего, очень добрый человек, очень заботливый. Она всегда переживает иногда по поводу тех вещей, по поводу которых переживать не стоит. Иногда она что-то придумывает, а потом переживает. Когда я учил премию, она прям искренне порадовалась. Наверное, тогда я заслужил, да. Мама может продолжать вот как-то продолжать отнести это ощущение, что, в принципе, это все такими общежитиями будет. На самом деле, что-то более глобальное, оно всегда важен. Очень важно, что моя мама хочет всего самого хорошего для меня, чтобы у меня было все хорошо и я был счастлив. Мама, всю мою жизнь ты меня пинаешь, толкаешь, чтобы я учился, чтобы я чем-то занимался, чтобы я как-то развивался. Мама, значит, все хорошо. Значит, работаю. Колготки капроновой зимой не ношу. Ношу с начесом. Шапку тоже не забываю одевать. В общем, и в целом, все, пытаюсь идти, не знаю, по твоим заветам, никогда не сдаваться. И, в общем, пока что все нормально, все получается. Мам, спасибо за то, что вы с папой меня всегда поддерживали во всех моих начинаниях, даже если они не всегда совпадали с вашим видением. Ты не переживай. Кушаю хорошо. Сплю хорошо. Маск всегда ношу. И все у меня в порядке. Все у меня супер, потому что у меня есть такая мама, как ты. Ну и напоследок. Мама, не переживай. Я кушаю три раза в день. Правильно. Я ношу шапку, тепло одеваюсь, не болею. И мою руки. И да, мам, ты мне всегда говорила, пиши десерт. Я написал десерт. И да, еще вот эту вот нюхалку вьетнамскую, вот, которая открылся, спасает. Это я ее тоже нюхаю. Мамочка, я тебя очень люблю. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»